Здравствуйте, уважаемые коллеги, здравствуйте, товарищи. Мы с вами продолжаем разговор о капитализме XXI века, рынок, деньги, капитал в современных условиях. Такова тема нашего курса. И сегодняшняя лекция посвящена проблемам воспроизводства, кризисов, альтернатив экстенсивному росту. Вот об этом мы сегодня будем с вами говорить. Давайте начнем сначала с того, что в рамках марксистской теории кризисы перепроизводства являются явлением, являются явлением нехорошее выражение, нормальной для капиталистического воспроизводства. Рыночная экономика может порождать несоответствие спроса и предложения, может порождать структурные диспропорции, это ее закономерность. Тезис номер один марксизма. Тезис номер два марксизма. Когда рыночная экономика превращается в капиталистическую, возникает на одном полюсе наемный труд, на другом капитал, а материально-технической базой становится индустрия, для которой главным средством развития является основной капитал, станки, машины, оборудование. Это машинное производство. Когда возникает накопление капитала, возникают и предпосылки для того, чтобы кризисы перепроизводства стали одновременно и возможны, и необходимы. Материальная база цикличности этих кризисов – периодическое обновление основного капитала, когда, я подчеркиваю, непостоянного, основного капитала, машин, оборудование и так далее. Той части капитала, который служит в среднем порядка десяти лет, и когда волна обновления оборудования идет в значительной мере синхронно в рамках национального или даже международного рынка. Исчерпывается потенциал одного типа оборудования, возникает необходимость другого оборудования. Да, ни одного, срок службы оборудования в машинном производстве составлял примерно десять лет. Соответственно, это была материальная основа для цикла, и именно так разворачивались циклы в условиях промышленного капитализма 19 века, второй половины 19 века. Нет, пожалуй, не только второй половины, всего 19 века. Затем появляются новые технологии, и там, соответственно, меняется логика развития материальной основы кризисов. Возникают основы для более глубоких кризисов, связанных с обновлением технологических укладов, но об этом чуть позже. Почему кризисы возникают закономерно? Потому что при капитализме осуществляется перенакопление капитала. Перенакопление капитала – это ситуация, когда дополнительные вложения не приносят роста прибыли. Вы вложили миллион долларов, получили 100 тысяч долларов прибыли, вы вложили 2 миллиона долларов и все равно получили 100 тысяч долларов прибыли. Дополнительные вложения капитала не приносят роста прибыли. Почему? Основа этого – закон «Тенденция нормы прибыли к понижению». Ее действия ведутся о причинах этой тенденции, о том, есть она или нет сегодня, ведутся длительные споры в экономической марксистской науке, они велись в Советском Союзе, они ведутся сегодня и за рубежом, и в России. Можете посмотреть все работы Дэвида Котца, в том числе и его последнюю книгу о кризисе неолиберального капитализма, где представлена интересная статистика и указаны источники по данной теме. Если говорить о соединении этих параметров, то оказывается, что возможность несоответствия спроса и предложения, с одной стороны, разрыва актов, купли и продажи, с другой стороны, перенакопление капитала рождают возможности и необходимости кризисов, а цикличность этих кризисов основывается, как я уже сказал, на цикличности обновления основного капитала. Вот таковы в очень кратком изложении основы марксистской теории кризисов. Часть из тех, кто сейчас смотрит и слушает нас, знают об этом из курсов по политэкономии, которые читал ваш покорный слуга, или из марксистских учебников, ну а кто-то, возможно, читал и фундаментальные работы самого Маркса. В современных условиях, в условиях позднего капитализма ситуация существенно изменилась. Во-первых, изменилась материальная основа цикла, как я уже сказал, переход к информационным технологиям, и не только к современным высоким технологиям, изменил многие закономерности. И важнейшей основой для цикличности стала смена технологических укладов доминирующих. Это раз. Два. Перенакопление капитала приобрело особые формы. Одна из основных причин – это господство финансового капитала и перелив капитала в сферу финансового посредничества, финансовых транзакций. Ну, попросту спекуляций на финансовых рынках. Последнее попросту является, как и всякое упрощение, одновременно и неточностью. Но примем это для данной лекции как нормальную меру упрощения. Итак, господство финансового капитала и перенакопление, прежде всего, финансового капитала, в частности, рост долгов, развитие так называемой долговой экономики – вот основа для кризисов в 21 веке. Пожалуй, даже раньше, но мы говорим о 21 веке. Далее, весьма существенно то, что на протяжении последнего столетия экономика активно регулируется государством. И это государственное регулирование приводит к тому, что кризисы могут смягчаться. Собственно, суть кенсианской политики – это как раз антициклическое регулирование. Вот эти факторы существенно трансформируют природу кризисов. И кризис 21 века – это другой кризис, хотя некоторые фундаментальные основы остаются теми же, которые описаны Марксом еще применительно к 19 столетию. Итак, предпосылки, возможности, необходимости кризиса я коротко описал. Накануне кризиса 21 века, мирового финансово-экономического кризиса, первого кризиса 21 века, накануне 2007 года, Американская экономическая ассоциация объявила, что доллар стабилен, финансовая система капитала стабильна, никаких проблем в будущем нас не ожидает, и кризис невозможен. Любые разговоры о нем – это алармизм марксистов и других представителей гетеродоксальной экономической теории, которые не имеют никаких оснований. Заявлено это было буквально за несколько месяцев до начала мирового финансово-экономического кризиса 2007-2010 годов. Ну, на самом деле, мир вполз в этот кризис к 2008 году, к 2010 из него выше. По формальным количественным параметрам, этот кризис был не очень глубоким, не таким, как Великая депрессия, когда спад производства составил от 30 до 40% в ведущих странах капитала. В 2008-2009 годах спад кумулятивный составлял от 5 до 10%. Кстати, один из самых глубоких был в России. Кумулятивный спад – минус 10%. В Китае в этот момент произошло всего лишь снижение темпов экономического развития. Рост, точнее, рост продолжался, но замедлился. В США, Западной Европе примерно минус 5%, где-то чуть меньше, где-то чуть больше. Такова формальная статистика. Многие черты классического кризиса проявили себя в полной мере. Банкротство крупных корпораций, которое в полной мере не состоялось, но часть из них оказалась на грани полного краха. Рост безработицы, снижение объемов производства. Все эти черты кризиса проявили себя предельно ярко. И в этот момент не случайно возникла новая волна интереса к альтернативным экономическим теориям. Я говорил в начале нашего курса, что именно в этот период «Капитал» вновь стал самым популярным экономическим произведением. Его публиковали масса издательств на всех языках, большими тиражами. Но дело не в том, как возросла популярность марксизма, а в том, что причинами кризиса именно этого первого кризиса 21 века стали те же факторы, о которых я уже говорил. С одной стороны, исчерпал себя потенциал прогресса информационно-коммуникационных технологий вширь. Фактически экономика и общество оказались насыщены оборудованием этого типа, и возникла необходимость каких-то качественных изменений. Дальнейшее количество наращивания столкнулось со своими пределами. Это материальная база. В области капитала произошло перенакопление финансового капитала. Финансовые рынки оказались под угрозой краха. Одним из спусковых крючков для этого стал рост задолженности по ипотеке. Ипотечное кредитование превысило все разумные пределы. Ну и, наконец, государственное регулирование, которое до этого на протяжении десятилетий, фактически на протяжении всего периода после Второй мировой войны, в большинстве случаев справлялось с кризисными явлениями, переводя кризис в долгосрочную стагнацию, как это было в 70-е годы, или ограничивая кризис локальными рамками, скажем, азиатского кризиса, как это было в конце 20-го века. Вот это государственное регулирование, наконец, не сработало. И одной из причин этого стало долгое господство неолиберальной волны, которая привела к десоциализации, дерегулированию экономики. Этот момент я хочу пояснить специально. Один из основных вопросов, на который должен был ответить, и отвечал, и отвечает марксизм, почему на протяжении второй половины 20-го века и самого начала 21-го века не было крупных мировых кризисов перепроизводства. Ответ вкратце достаточно прост, потому что после Второй мировой войны, в Соединенных Штатах после Великой депрессии, развивалось активное государственное регулирование. Значительные массы капитала оказались выведены из сферы рыночной конъюнктуры, из сферы циклического воспроизводства капитала. Перенакопление капитала в этих пространствах, в пространствах, где развивалось государственное регулирование, перестало быть закономерностью. Причина. То, что государство через бюджеты всех уровней и по всем возможным каналам стало перераспределять от 1 трети до половины валового продукта страны. Когда от 3 до половины валового продукта, производимого в стране, выводится за рамки капиталистических закономерностей накопления в частном секторе, перенакопление капитала парируется. Перенакопление капитала парируется за счет того, что государство использует большие средства на решение социальных проблем и тратит по нерыночным критериям. По нерыночным критериям финансируются бесплатные для пользователей образования и здравоохранения. По нерыночным критериям выплачиваются пособия беднейшим слоям населения. По нерыночным критериям осуществляются государственные инвестиции в решение социальных проблем, проблем военно-промышленного комплекса и так далее и тому подобное. Плюс ведется антициклическое регулирование в соответствии с кенсианскими рецептами. Вот это все привело к тому, что на протяжении второй половины 20 века кризисы перепроизводства не были типичны. Происходили лишь локальные потрясения или долгие периоды стагнации. Однако неолиберальная модель привела к новой волне перенакопления капитала, прежде всего финансового капитала, и все это обернулось кризисом, о котором я только что сказал. Поздний капитализм показал свою природу как капитализма. И чем меньше его регулирует, и чем менее он социален, тем больше вот эти кризисные возможности, которые становятся реальностью. Последующие 10 лет показали, что капитал не извлек уроков из кризиса 2007-2010 годов, и зима 2020-2021 года, не случайно, примерно через 10 лет, вновь показала зарождение кризисных явлений. Начались очень серьезные негативные явления на финансовых рынках. Для многих стран большим ударом стало резкое снижение цены на нефть, но все это потонуло в проблемах, которые породил коронакризис, распространение коронавируса, вызвавшее то, что назвали пандемией, но по прежним критериям чумы, оспы, холеры, это не было пандемией, но это было мощным ударом по человечеству. В результате целая серия принудительных ограничений, связанных с санитарными нормами, локдаунов, все это вызвало спад производства, и создалось ощущение, что причина спада 2020-2021 года это не внутренняя закономерность капитала, а пандемия. Как показали исследования многих современных ученых, и зарубежных, и российских, коронакризис стал лишь триггером, катализатором кризиса, но не его причиной. Он усилил кризис, но не вызвал его к жизни. Я сошлюсь в данном случае на серию работ наших коллег в США, Дэвид Котс, Джеймс Гелбрейт, их коллеги, с одной стороны, серию работ в России, об этом говорили академик Глазиев, профессор Бодрунов, ну и ваш покорный слуга об этом написал практически сразу же вместе с своим другом Андреем Колгановым, как только началась пандемическая волна. По сути дела, даже накануне мы начали говорить о кризисе, и затем показали специфический фактор, связанный с коронавирусом. Теперь давайте перейдем ко второму вопросу, и к тому, как отреагировала мировая капиталистическая экономика на вирус. Этот второй вопрос очень интересен, потому что он высветил противоречия рынка, капитала, денег в условиях позднего капитализма, когда этот рынок, этот капитал сталкиваются с глобальной проблемой. Прежде всего, очень важный акцент. До недавнего времени все разговоры о глобальных угрозах, которые нависли над человечеством, о том, что экономика должна быть ориентирована на решение глобальных проблем в первую очередь, а на решение проблем конъюнктуры продаж, увеличения прибыли и роста валового национального продукта во вторую, а может быть и в последнюю очередь. Все эти разговоры казались чем-то полуфантастическим, футуристическим, ориентированным на некий мифический завтрашний день, угрозы алармизмом и проблемой безопасности, экологической безопасности, безопасности перед угрозами эпидемии. Это вообще казалось чем-то фантастическим, опасности, связанные с бедностью и так далее. Все это выглядело в качестве некоторого абстрактно-гуманистического аппендикса и не рассматривалось в качестве актуальной, текущей, важнейшей экономической проблемы. Пандемия расставила точки над «и». Оказалось, что человечество стоит на пороге и уже даже переступило порог глобальных катастроф. То, что произошло вследствие распространения вируса, показало неспособность человечеству, несмотря на все высочайшие технологические достижения, справляться с опасной, но не самой страшной болезнью. А если бы проблемы оказались серьезнее, то, скорее всего, потери были бы несоизмеримы, несмотря на наличие технических возможностей и решать эти задачи на сегодняшнем уровне развития. Можно представить себе, что может произойти в условиях экологической катастрофы или использования оружия массового поражения. Да и проблемы неравенства и бедности могут вызвать не меньшее потрясение, но уже социально-политического характера. Итак, первый урок пандемии. Глобальные проблемы реальны, актуальны, и это то, с чем сталкивается экономика в качестве насущного вопроса, требующего решения. Что дальше? Дальше встал вопрос, насколько современный рынок и капитал способны ответить на вызовы глобальных проблем. Ну, с одной стороны, не произошло грандиозной катастрофы, хотя потери огромные. Миллионы жизней, прямо и косвенно, потерянных из-за пандемии, потери в человеческом бытии, в качестве жизни, которые вызвал локдаун и кризис, тяжелые болезни, которые ударили по людям, даже если это не вызвало смертей, ну и экономический спад как таковой. Все это оказалось очень существенным вызовом для экономики, который, я еще раз подчеркиваю, показал неспособность современной системы быстро и качественно решать такого рода проблемы, даже если они не самые страшные. Что выяснилось с социально-экономической точки зрения и что пришло на смену чисто рыночному механизму? Ну, во-первых, в большинстве случаев меры, связанные с преодолением пандемии, лечением, созданием условий для выживания и сохранения производства, оказались не рыночными. Эти меры предполагали прямое директивное и косвенное государственное воздействие на экономику, прямое методом строительства медицинских центров, расширение больничного коечного фонда, стимулирование деятельности врачей, ускоренного производства оборудования и так далее. Рынок отреагировал на болезнь предельно жестко. Я приведу только один пример, когда проблема, элементарнейшая проблема марлевых повязок, масок, в нашей стране, да и в большинстве стран мира, оказалась решена только после самого активного вмешательства государства. В период, когда быстро надо было увеличить производство этого предельно простого продукта, рынок отреагировал на это не расширением производства, а резким взлетом цен. Я напомню, маски тогда в Москве продавали по 25 рублей, хотя красная цена им 5 рублей. Это сегодня стало правилом. А до этого они стоили вообще копейки. Вместо резкого расширения производства произошел резкий рост цен. Лишь после того, как вмешалось государство и было налажено при помощи государственных административных мер нормальное производство и распределение этого элементарного средства защиты от пандемии, цены снизились до уровня, который, тем не менее, все равно оказался выше, чем раньше. Чем это было накануне кризиса пандемического. Это маленький пример. Более важный пример – это прямое активное создание новых возможностей для лечения от пандемии, от коронавируса. При этом там, где государство действовало предельно активно, жестко и целенаправленно, в частности в Китае и во Вьетнаме, жертвы оказались несоизмеримо меньше, чем в странах с активным использованием рыночных механизмов. Несмотря на то, что страны и Китай, и Вьетнам беднее, чем США, несмотря на то, что технические возможности в этих странах меньше, несмотря на то, что скученность населения намного выше, ну и так далее. То есть были все предпосылки для того, чтобы самыми страшными последствиями коронавируса, к самым страшным последствиям коронавирус привел в Китае, Вьетнаме и аналогичных странах. Между тем ситуация там оказалась совершенно другой и лечение гораздо более успешным, преодоление кризиса гораздо более успешным, чем в США. Причины я уже назвал. Активные непосредственно общественные действия. То же самое касалось проблем собственности. Как ни странно, проблемы собственности тоже были обострены, проблемы частного капитала. Выяснилось, что частный капитал склонен делать прибыль на кризисе, а не решать общечеловеческие проблемы по принципу, ну хотя бы спасения от пожара в лесу, когда волки не едят зайцев, они вместе спасаются от пожара. Люди это не волки и не зайцы. Капитал стал по-прежнему пожирать общественное богатство. За время кризиса долларовые миллиардеры увеличили свое состояние, тогда как для беднейших слоев населения кризис обернулся гораздо большими, чем средние потерями. Более того, высокотехнологичный бизнес, информационный бизнес резко увеличил свои прибыли и объемы продаж, пользуясь тем, что люди перешли на дистантные формы работы, и он отнюдь не собрался делиться с обществом этими дополнительными прибылями. С другой стороны, тот бизнес, который оказался в тяжелом положении, начиная от туристического и заканчивая производством в реальном секторе, в материальном производстве, наоборот, оказался в тяжелом положении и отнюдь не стал разоряться, как и положено в условиях кризиса. В условиях кризиса все равно, какими обстоятельствами вызванного. В свободной рыночной экономике одна часть бизнеса должна развиваться, другая – разоряться. Та часть, которая развивалась, не призвала государство увеличить налоги. А та часть, которая разорялась, призвала государство спасти бизнес от кризиса. Это касалось в том числе и тех сфер, которые отнюдь не являются жизненно важными для человечества. Туристического, ресторанного и так далее бизнеса. Другое дело, что государство в этих условиях могло поступить по пути, пойти по пути поддержки капитала или по пути поддержки граждан. Путь поддержки капитала был опробирован, на самом деле, во время первого кризиса 21 века, когда, ну скажем, в России, возьмем пример нашей страны, из государственных фондов выделялись сотни миллиардов долларов на поддержку частных финансовых институтов. Расчет был на то, что частные финансовые институты, эти миллиарды долларов, подчеркивание, рублей, десятки и сотни миллиардов долларов, направят на возврат долгов банкам. Банки используют эти деньги для дешевого кредитования производства, а, соответственно, в производстве дешевые кредиты вызовут увеличение занятости и рост производства. В действительности большинство денег, как и следовало ожидать, ушло в частные сбережения и в офшорные зоны. В работах экономистов, посвященных этому кризису, в том числе в вышедшей под моей редакцией книге о кризисе, с идиотским названием, правда, извините, главная книга о кризисе, показано, как это было сделано, приведена соответствующая цифра. Это было сделано и в работах академика Глазева и других ученых. В условиях пандемии, опять-таки, перед государством стал выбор, кого поддерживать, поддерживать частный бизнес или поддерживать граждан. Поддерживать бизнес, ну, скажем, если это ресторанный бизнес, вы выдаёте субсидию, беспроцентный кредит или вообще бесплатную субсидию, безвозмездную субсидию собственнику ресторана. Дальше возникает интересный вопрос, на что он это использует. Может быть, на то, чтобы выплачивать зарплату неработающим поварам, официантам, уборщицам и так далее. А может быть, на то, чтобы эти деньги, опять-таки, спрятать в кубышку на случай, если разорится его ресторан. Второе вероятнее, чем первое. Возможно, другой вариант. Вы бизнесмен, если вы разоритесь, вы, как сказать, на то и бизнесмен, чтобы жить в условиях рынка, где одни обогащаются, другие разоряются. Рисковать – это ваша природа. А вот граждан, работников надо поддерживать, поэтому никаких денег бизнесмену, деньги исключительно, как сказать, работникам. Высокие пособия по безработице. Еще лучше использовать этот период для переквалификации. Благо, переобучение в дистанте вполне возможно. Средства выплачиваются тем, кто качественно, эффективно, умело учится, осваивая новые прогрессивные специальности, которые востребованы в государственном секторе. Ну, скажем, в сфере образования и так далее. Записывайтесь на курсы, получайте пособия по безработице и даже дополнительно стипендии, если вы эффективно, успешно сдаете экзамен. Вот вариант политики, который позволяет спасти официантов, грузчиков, рабочих на предприятиях промышленных или сельскохозяйственных. А бизнес пусть разоряется, никаких проблем. Восстановить ресторанный бизнес или туристический бизнес после окончания кризиса можно будет. Выживут сильнейшие, как и положено в условиях капитализма. Ситуация, однако, сложилась иначе. Поддерживали бизнес, в том числе тот, который явно не является жизненно необходимым для страны, вплоть до круизных компаний, которые сейчас продают билеты для внутреннего туризма, которые по карману лишь выше 10-15% российского общества. Видите, как проблемы собственности и капитала, а также позиции государства, его классовые позиции проявили себя очень четко в условиях кризиса. В условиях кризиса проявили себя и проблемы собственности с точки зрения собственности на оборудование, медицинское и интеллектуальное частное собственности. Что касается медицинского оборудования, приведу пример одной из больших областей России, где в городе Миллионники, столице области, не буду называть конкретно, сложилась ситуация, когда единственный аппарат компьютерной томографии, находящийся в государственной клинике, вышел из строя. Наличие многих аппаратов компьютерной томографии в частных клиниках не спасало машины скорой помощи со смертельно больными людьми на грани жизни и смерти. Не могли провести компьютерную томографию, жизненно важное обследование для того, чтобы решить, какая часть легких поражена у человека. Потому что у людей просто не было 4, 5, 7 тысяч рублей для того, чтобы провести такое обследование в условиях дефицита на эти исследования. Пришлось принимать административные выливые меры, когда губернатор приказал бесплатно обслуживать, нарушив все правила частного бизнеса. На мой взгляд, нарушение священного права частной собственности в данном случае было абсолютно правдным. Но вот это показывает, как может работать и работает государственный частный сектор в условиях кризиса. Частный сектор продолжает называться, ему плевать, умирают люди или нет. Это практика, это не теория. Еще один пример – это интеллектуальная частная собственность. Не секрет, что лекарства от вируса, вакцины, все это при том, что субсидировалось государством и в ряде случаев распространяется бесплатно, в других случаях оказывается сугубо платным. Я говорю о мировых практиках. Так что, как видите, проблема не так проста. Да и результаты либеральной политики в России, результаты, которые привели к так называемой оптимизации, по сути дела сокращения коечного фонда в больницах, количество врачей, обслуживающего персонала, санитаров, медсестер, также очень тяжело сказались на состоянии здоровья российских граждан. И если по статистике коронавируса у нас в России все вроде бы как замечательно, то по количеству дополнительных смертей, которые возникли в этот период, то здесь в процентном отношении Россия оказалась далеко позади не только Европы, но и Соединенных Штатов Америки. Соответствующая статистика есть в работах академика Нигматулина Роберта Искандеровича. Продолжим. Коронакризис привел к тому, что существенно обострились проблемы социального неравенства. Общая ситуация, когда мы все как бы в одной лодке, на самом деле обернулась существенным возрастанием неравенства, в возможности жить, в неравенстве возможности вылечиться, в неравенстве возможности качественного существования в условиях санитарных ограничений. Лозунг мы все в одной лодке очень хорошо перефразировали. Кто-то на яхте, а кто-то на плоту, ну или по крайней мере на барже, где согнаны люди в предельной тесноте. Действительно, одно время, когда вы оказываетесь в условиях коронакризиса на собственном острове или хотя бы в собственном особняке с парком и возможностью в любой момент воспользоваться дорогими частными врачами и любым оборудованием. Другое дело, когда вы изолируетесь на долгий срок в двухкомнатной квартире, где живет папа, мама, двое детей, собака, кошки, а может быть еще и бабушка или дедушка. Это первая проблема. Вторая проблема то, что в условиях коронакризиса огромная часть людей оказалась в положении отсутствия денежных доходов, достаточных для выживания. И без того большой круг людей, живущих на доходы меньше прожиточного минимума, менее 12 тысяч рублей в месяц, в условиях резкого роста безработицы, потери возможности получать легальные и в том числе нелегальные серые доходы, обернулась большими потерями для граждан, в первую очередь, бедных стран, ну или полупериферийных стран, таких как Россия. В нашей стране вынужденные меры по раздаче денег были предприняты, но масштабы этих раздач в процентном отношении к валовым продуктам в России были меньше, чем в Западной Европе, меньше, чем в Соединенных Штатах Америки. И это при том, что кубышка на черный день Российской Федерации больше, чем в названных выше странах. Хочу также подчеркнуть, что проблема неравенства очень тесно оказалась связана с возможностями лечения. Ну, элементарный жизненный пример. Пакет лекарств от коронавируса, если человек болен сколько-то серьезно, составлял как минимум 20 тысяч рублей. Это антибиотики, витамины и биотики. Этот пакет оказался недоступен для всех тех, у кого доход в семье меньше 60-80 тысяч рублей суммарный. Пожалуй, даже 80 тысяч. Потому что болела вся семья, хотя и разной степени тяжести. Если у вас в семье два человека получают медианную зарплату и ниже, медианная зарплата – это отсекает половину самых бедных от половины тех, кто богаче. В России это 30 тысяч рублей. Соответственно, если у вас 30 тысяч рублей зарплата, работают два члена семьи, 60 тысяч рублей, то обеспечить лечение от коронакризиса, даже если не есть, не пить, не платить ЖКХ и так далее, было невозможно. Эти проблемы стали бичом для очень многих граждан нашей страны. В мире ситуация в бедных и не только бедных странах оказалась не лучше. Даже в странах с высоким уровнем развития, трагедии такого рода, связанные с социальным неравенством, проявили себя предельно жестко. Так что коронакризис обострил эту проблему. Он обострил проблему и межстрановых противоречий, и в целом проблему экономического эгоизма и частного обособления акторов экономики. Оказалось, что глобальные проблемы требуют общественного регулирования, общественной собственности и солидарности. Эти тезисы выглядят столь же банально, сколь и актуально. Итак, о возможных альтернативах. Мы с вами не раз в рамках нашего курса и на канале Альтернативы говорили о том, что качественное решение проблем, принципиальное решение проблем, которые рождает тоталитарный рынок, развивающий симулякры. Раз. Проблем, связанных с господством финансового капитала и фиктивного капитала, фиктивного виртуального финансового капитала. Два. Проблем, связанных с комплексной целостной системой подчинения человека капиталу и эксплуатации, и индустриального наемного рабочего, и крестьянина беднейших стран мира, и эксплуатации творческого работника в странах центра и в странах периферии. Все эти отношения могут быть решены на принципиальном уровне только при условии перехода к другой общественно-экономической, общественно-политической системе. Я ее не боюсь назвать коммунизмом. Ее начало – это социализм. Этап, на котором сохраняются элементы, значительные элементы прошлого элемента – рынка, капитала, государства, бюрократии и других форм отчуждения. Но качественный скачок происходит. Однако можно кое-что улучшить и в рамках позднего капитализма при помощи социально ориентированных реформ. Прежде всего, они не дадут окончательного решения проблем, которые я только что назвал. Но они могут несколько смягчить глубину этих проблем и глубину этих противоречий. При этом я сейчас буду ссылаться уже не на опыт скандинавских стран или Австрии, который всем навяз в зубах, в том числе вследствие того, что я его часто упоминаю в рамках нашего пространства, а об опыте стран Латинской Америки, где левые правительства после прихода к власти осуществляли и осуществляют, если говорить о Боливии, целый ряд социально ориентированных реформ, хотя и не достаточно глубоких, чтобы говорить о том, что там победил социализм или хотя бы начато активное строительство социализма. У власти в этих странах находятся политические организации, которые обозначают именно реформирование экономики и политики по направлению к социализму. Так осуществлялись реформы в последние годы в Венесуэле, мне не раз и не два доводилось бывать в этой стране, так осуществлялись реформы и осуществляются реформы в Боливии и в некоторых других странах этого континента. Аналогичные интересные опыты есть в рамках Китая и Вьетнама, но там правят коммунистические партии, это особая тема, поэтому пока мы ее оставим за пределами нашего исследования. Пока в рамках этого курса мы не будем к этим темам возвращаться. Итак, что происходит в условиях социально ориентированных реформ в странах Латинской Америки? Первое, в большинстве случаев не происходит экспроприации экспроприаторов. Массовая национализация и обращение на пользу народа крупных корпораций и среднего капитала является исключением. В ряде случаев национализируются имущества транснациональных корпораций, некоторая часть среднего бизнеса, который активно политически выступает против законной власти, но в целом массовой национализации и обращения производства на пользу народа не происходит. Интересным исключением стала корпорация ПДВС в Венесуэле, но эта корпорация и до прихода Чавеса в кресло президента была государственной. Просто это было государство, которое работало на интересы крупного капитала. Изменился, во многом изменилась природа государства с приходом Чавеса и левых в парламенте к власти. И, соответственно, пришлось менять руководство этой государственной корпорации. Там была забастовка топ-менеджеров, очень интересный феномен. И обычные инженеры, экономисты, рабочие взяли управление этой корпорацией на себя. Это крупнейшая транснациональная корпорация, аналог Роснефти или какого-то аналогичного гиганта. И эта корпорация успешно преодолела кризис и стала работать на страну. Но, во всяком случае, в значительной степени. Тем не менее, я еще раз говорю, массовой национализации в Венесуэле не было. Ее нет пока и в Боливии. И, думаю, не будет. Что происходит? Происходят такие социальные реформы, как развитие преимущественно бесплатного здравоохранения и образования. Для Венесуэлы и других стран Латинской Америки это очень больная проблема. Накануне победы левых политических сил в этих странах большая часть населения не имеет доступа к сколько-нибудь качественному здравоохранению в силу очень низкого уровня доходов, депрессионных регионов или просто районов фавел, даже в крупных городах, таких как Каракас, например. Мне доводилось там бывать, хотя там произошли очень существенные изменения. Левое правительство стали развивать бесплатную общедоступную медицину, в том числе с помощью кубинских специалистов. То же самое касается с филообразованием. Переход к бесплатному школьному образованию и создание народных университетов, где на общественных началах могут учиться все желающие без вступительных экзаменов. Происходит постепенный отсев. Кто-то уходит на подготовительные курсы, кто-то уходит из университета вообще, кто-то продолжает учиться. Собственно, эти экзамены и все остальное помогают сократить резкое число студентов к второму курсу. Вы можете потом снова начать обучение на первом курсе или пойти на подготовительное отделение. Вот этот народный университет, это интереснейшая практика Венесуэлы, о которой я говорю специально. Изменилась система налогообложения, когда вводится активное прогрессивное налогообложение наиболее богатых слоев населения. Ну, кстати, в данном случае опыт стран Западной Европы совпадает с опытом Латинской Америки. Практически все эти шаги – это шаги социальной ориентации внутри капитализма. Важнейшим компонентом этих реформ является также экологическая ориентация. В этой связи я хотел бы подчеркнуть, что многие левые сейчас очень кисло относятся к экологическим программам, и для этого есть основания. Во многих случаях крупный капитал одного направления при помощи экологической риторики и как бы экологически ориентированной политики ведет конкурентную борьбу с крупным капиталом другой сферы. Ну, в частности, компании, которые собираются наживаться на так называемой чистой энергетике, чистых технологиях, стремятся победить в конкурентной борьбе старые сырьевые корпорации, и корпорации, которые заняты в грязных сферах, то есть ведут производство в грязных относительно сферах, экологически грязных сферах. Вот, да, такое действительно есть, но из этого нельзя делать вывод о том, что экологически чистое производство не является задачей, которую могут и должны решать левые в рамках, в том числе, социально ориентированных реформ, хотя до конца, еще раз подчеркну, эта задача решается только в условиях перехода к новому социалистическому, точнее даже коммунистическому обществу. О чем может идти речь? Если мы просто формально меняем стандарт бензинового Rolls-Royce на электрический Rolls-Royce, то проблему экологии мы решить не сможем, потому что на воспроизводство дорогого большого электромобиля потребуется использование природных ресурсов в конечном итоге не меньше, чем на бензиновый дрендулет. Вопрос перехода к экологически чистому производству, это применительно к данной теме. Вопрос отказа от частного транспорта, личных частных автомобилей и переход к преимущественному общественному транспорту и к легким транспортным средствам, велосипедам, электробайкам и тому подобным, что предполагает другую модель организации экономики. Еще более интересный шаг, параллельный идущий шаг, это использование кошеринга вместо частных машин. Это не отказ от капитализма, это капитализм, но это немножко другие отношения внутри рыночно-капиталистической системы. Кстати, интересное исследование магистрантки, которые работают под моим научным руководством, Ангелины Шпилевой, показало, что в европейских городах, где высока популярность левых партий, кошеринг развит сильнее, чем в городах, где популярны правые партии. Вот такое интересное наблюдение, показывающее направление социально-ориентированных реформ. В целом, эти реформы должны решать целый ряд серьезных задач. Первое – это развитие общественного сектора. Подчеркиваю, не просто национализация, а развитие общественного сектора, причем не просто государственной собственности, а общественной организации производства под контролем граждан. Это очень важная тема, затрагивающая задачи прозрачности государства, контроля со стороны гражданского общества и многого другого. Плюс общественный сектор – это не только государственный сектор, это неправительственные организации, кооперативы, различного рода ассоциации, временные творческие коллективы, выполняющие роль стартапов и так далее и тому подобное. Это активное селективное государственное регулирование, поддерживающее наиболее передовые сферы экономики. Это активное использование налогообложения для того, чтобы перераспределять ресурсы от миллионеров к обществу, и я подчеркиваю, не на подачке бедным, а на то, чтобы решать проблемы занятости, современного производства и бесплатного обеспечения базовыми благами. Решение проблем здоровья, образования и так далее, что, как показал коронакризис, принципиально значимо в условиях глобальных угроз. Решение проблем бедности. И решение, я еще раз подчеркиваю, в этом отличие от старых социал-демократов, новых левых, современных левых 21 века, решение за счет развития деятельности. Не подачки безработным и нищим, а предложения эффективной творческой занятости в общественном секторе, переквалификации, дополнительного образования за счет общественных средств. Кто не работает, тот не ест. Это принцип социализма. В условиях капитализма и безработицы задача общества не пособие по безработице, а создание рабочих мест в общественном секторе, в том числе там, где создаются бесплатные общественные блага. Это еще одна тема. Развитие собственности каждого на все и сокращение пространства интеллектуальной частной собственности. Решение проблем социального неравенства за счет, в том числе, налогообложения, но главным образом за счет создания возможностей качественной и эффективной работы с достойной оплатой для всех членов общества. И это все будут всего лишь реформы в рамках капитализма. Но даже эти реформы сегодня, если их провозглашать для России, будут звучать как едва ли не революционные действия, поскольку крупный капитал и сращенная с ним бюрократия делиться собственностью, богатством и доходами может и будет только в условиях активного гражданского демократического давления снизу. Субтитры создавал DimaTorzok